Здравствуйте! В эфире программа «Мастер своего дела» и я, Юлия Пагасьян. Сегодня мы находимся в конно-спортивном клубе и героиня программы – инструктор по обучению в верховой езде Юлия Игнатова. Давайте с ней познакомимся. Юлия, здравствуйте! Здравствуйте! Ну вот мы и начинаем ваш рабочий день. Мы возле лошади находимся, да? Это как вариант правильно называется? Это называется деньник, то есть то, где мы находимся, конюшня, а каждая отдельная комнатка, где живет лошадка, называется деньник. Мы стоим рядом с деньником готики, на ней сейчас будут занятия. Давайте посмотрим, как вы готовите ее к занятиям. Утром лошадок чистит и собирает коновод, а тренер приходит непосредственно уже к началу занятия. То есть вот у меня в руках лошадка почищена, то есть на ней одето седло, у меня в руках уздечка. Сейчас одеваю уздечку и мы выходим в манеж. Что это за лошадь? Лошадка русской верховой породы, нашей отечественной. Иди сюда. Да, лошадки у нас хорошие, спокойные. Так как занимаемся мы с начинающими всадниками, то мы используем самых спокойных уравновешенных лошадей. Сколько ей лет? Лошадке 12 лет. Как часто может одна лошадь в день делать тренировок? В день, как правило, 2-3 тренировки на них. Так что с перерывами, так чтобы лошадки успели восстанавливаться. Сколько надо лошади, чтобы восстановиться? Ну, обычно может быть тренировка утром, потом днем, потом вечером. А сколько тренировка в среднем длится? 45 минут. Больше нельзя для лошади или просто для всадника? Лошадки разную нагрузку несут, то есть в зависимости от ее возраста, состояния здоровья, то есть какие-то лошадки могут больше бегать, какие-то меньше. Регулируется нагрузка на них. Ну и для всадника, конечно, тоже дозируется нагрузка. Самые маленькие 20 минут занимаются, то есть в зависимости от подготовки всадника. Сколько в среднем лошади живут? И 12 лет, это считается взрослая или молодая лошадь? Взрослая лошадь, это средний возраст для лошади, то есть она еще не старая. До 6 лет лошадь считается молодой, когда она проходит определенное обучение, и на нее еще нельзя сажать детей, начинающих всадников. То есть Готика у нас прошла уже все необходимое ей обучение. А пожилой возраст где-то после 20 лет. То есть Готика у нас в самом, так сказать, рассвете своей трудовой деятельности. А, это поглаживание, это я общаюсь с лошадью, то есть у меня визуальный контакт, тактильный контакт, это она по карманам ищет вкусняшку. То есть нельзя делать резких движений, громкий голос, вот, то есть лошадь, чтобы она была спокойной, надо с ней спокойно обращаться. Вы сейчас на нее одели специальную, да, уздечку? Это уздечка, вот это вот седло на ногах, на гавочке, которое предохраняет ноги от травмы. Может быть, вы меня сразу с ней познакомите, мне прям хочется ее так погладить? Вы тоже можете погладить, да, главное, без резких движений, потихонечку ручку можно протянуть, можно вот так вот ее погладить, можно по шее. То есть можете подойти сбоку и вот так вот погладить по шее. Привет, моя хорошая. Такая нежная у нее шерстка, да? У меня в карманах тоже ничего нет. Я тебя ничем не сегодня не обрадую. Вот это, как вы его правильно назвали, помещение, вот, где лошадь живет? Денник. Денник? Денник. Денник. А здесь лошадь постоянно находится, да? Она здесь и нужду свою справляет, да, все это потом убирают? Кушает и спит, отдыхает тоже здесь. Кстати, как спят лошади? Лошади спят у нас лежа. Лежа. Да, где есть возможность, что на них нападут какие-то хищники, они должны быстро среагировать и убежать. А здесь они в спокойной обстановке, они расслаблены, поэтому они спят лежа. Ну что, пойдем кататься? Как правильно, кстати, выражаться? Ездить, кататься. Ездить. Ездить. Да, то есть у нас обучение верховой, обучение навыкам верховой езды, то есть мы на лошадях ездим. Юля, а что едят лошади? У каждой лошади свой рацион. Если вы обратите внимание, на денеках есть такие таблички, где написано, что каждой лошади в каком размере давать на утро, на обед и на вечер. Три раза в день едят концентраты, то есть это овес, это могут быть мюсли в зависимости от спортивной нагрузки, от состояния здоровья лошади. У каждой свой состав. Вот, это сено три раза в день обязательно. И морковка, разные добавки, витаминно-минеральные комплексы, то есть каждая лошадь подбирается в свой рацион. К нам присоединилась Надежда, она ученица Юлии, которая будет сегодня принимать вместе с нами участие в съемках программы «Мастер своего дела». Надежда, здравствуйте. Ну что, пойдемте уже ездить. Надежда, поведешь лошадку? Так, обходи с моей стороны. Так, в правую руку. Убирается кончик повода в левую руку, вот, хорошо, а я подстрахую. Юлия, а что надо делать для того, чтобы у лошади была такая гладкая шерстка? Это хороший уход, хорошее кормление, хороший уход. Их обязательно очистят каждый день перед занятием, делает это коновод. По мере необходимости их моют. То есть у нас есть специальная мойка, теплая вода, шампуни, кондиционеры, есть солярий, где их потом сушат. Юлия, скажите, а откуда вот эти странные немного имена у лошадей? Породистых лошадей называют так же, как и породистых собак. То есть буква или слог от клички папы, буква и слог от клички мамы. И вот сочетание этих первых букв, кличек папы и мамы дает кличку жребен. Можете нам рассказать, что это такое многослойное? Это седло. Под ним меховушка и гель для амортизации, чтобы, когда едет всадник, не набить, не травмировать спину лошади. Лошади. Под ним вальтрап сначала кладется, то есть он впитывает пот лошади. То есть конструкция такая. Сначала вальтрап, меховушка, гель и, собственно, седло. Перед тем, как сажать всадника на лошадь, обязательно подтягиваются подпруги для того, чтобы, когда всадник садится, чтобы седло не съехало и во время езды. И вот это пудлище, на них висят стремена, в которых вставляется нога всадника. То есть мы опускаем стремена. На лошадь садиться... Ой, привет, привет, мой хороший. Да, я любопытна. На лошадь можно садиться только... С левой стороны. Только с левой стороны. Да, в лошади так привычны. И только если у тебя есть сил закинуть ноги? Ну, мы облегчим эту задачу, мы подойдем к ступенечкам. А лошадь присесть не может, чтобы садник сел? Цирковые лошади их учат ложиться. Это чисто цирковые. Это цирковые, да. А нам не нужно, чтобы лошадь умела ложиться под садником, потому что если едет ребенок, и вдруг лошадь захочет лечь, это не совсем хорошо для лошади. То есть лучше это ступеньки или физическая активность такая? Да, так, осторожно. К задним ногам все-таки стараемся не подходить. Так, можно мне ступенечки. Ступеньки мне нужны. Да, вот подставляйте сюда. А, стойте, да. Вот, спасибо. Ну вот, Надежда как раз-таки сейчас будет использовать ступеньки. И давайте посмотрим, как это немножко сделается. Надя, так удобно со ступеньки? Удобно, удобно, удобно. Все, она на лошади. И сейчас мы будем приступать к тренировке, правильно? Сейчас у нас будет сначала зарядка, то есть это первая часть занятия, потом будет, собственно, управление лошадью. Ровненько, да, плечи расправила. Макушка тянется вверх. Да, смотришь вперед. Ровненько, ровненько расправляй. Еще спину. Все, готово? Поехали. Надюша занимается по программе оздоровительной верховой езды. Вот, и сейчас мы делаем сначала суставную гимнастику, потом упражнения для позвоночника, то есть это для общего развития. Юля, скажите, лошадь предпочитает одного хозяина или как она относится к тому, что постоянно меняются дети у вашей воспитанники? Они привыкают. Это же лошадки, которые используются в обучении. То есть это не лошадь одного хозяина, да, то есть это ее работа. Она возит разных садников, она к этому уже привыкла, она к этому относится спокойно. И в конце занятия она ждет какого-то угощения. Сухарики, морковка, яблочки. А как перевозятся лошади? В конеперевозках, как правило. То есть это специальная такая машина, оборудованная для перевозки лошадей. То есть бывают прицепы, бывают большие, на несколько голов. А бывали случаи, что на самолетах лошадей перевозили? Ну да, есть такое. Это тоже, да, возможно. Лошадь девочка, лошадь мальчик. Какие между ними различия? По характеру я имею в виду, конечно. Ну, на самом деле это индивидуальные особенности лошадей. То есть, как правило, под начинающих садников используются либо мерины, либо кобылы. То есть жеребцы, они могут быть более активными, более агрессивными, поэтому тренировки больше предпочитают намеренных проводить. А какие вообще бывают породы лошадей? Ну, пород очень много. Какие самые распространенные? Ну, в нашем клубе представлено несколько пород. То есть это лошади верховых пород, это ресистая порода лошадей, тяжеловозная порода лошадей тоже есть упряжные, потому что у нас и катание в экипажах проводится по территории. Лошадки очень разные. Пони у нас есть тоже разных пород пони. Каждого всадника подбирается индивидуально под его рост и вес. Поэтому лошадки от самых маленьких шетленских пони, есть спортивные уэльские пони. Лошадки очень разные, так как всадники тоже приходят с разного роста, с разным уровнем подготовки. Соответственно, лошади есть для начинающих всадников, есть лошади спортивные для тех, кто уже участвует в соревнованиях. А сколько, какой вес может выдержать лошадь? С каким максимальным весом всадник может быть? Вот, ну вот я уже сказала, что лошадь подбирается под ростый вес всадника, да. А поэтому, то есть, скажем, готика может возить килограммов 60, да. Если всадник пришел весом около 100 килограммов, то ему дадут уже крупную коренастую лошадку тяжеловозной породы. Как управлять, в принципе, лошадью? Средство управления в руках повод, да. Ноги, то есть, вот внутренняя нога у конников называется шенкель. То есть, прижимаешь там левом шенкеле, лошадь двигается направо, да. Прижимаешь правым, лошадь можно подвинуть налево. Вот. Либо выслать вперед поактивнее, чтобы она пошла. Вот. Плюс центр тяжести, то есть, перемещение центра тяжести на лошади тоже влияет, да, перемещение корпуса тоже влияет на то, куда лошадь будет идти и с какой скоростью. Зачем лошади вот это железное приспособление? Это трензельное железо, то есть, вот я тяну за поводочек, она поворачивает голову налево. Ей не больно? А не, на железо на беззубом крае, и, конечно, нельзя дергать. То есть, мы учим всадника, как правильно держать повод, как правильно управлять лошадкой спокойно, без резких движений, конечно же, чтобы не травмировать лошадку. Ну и вот эти вот буквы, что они значат? Это латинские буквы, по ним учат схемы при подготовке к соревнованиям, к ездам, соревнованиям по выездке, то есть, эти буковки, они... Можно приехать в другую страну мира, там будут такие же латинские буквы в той же последовательности. Если вы выучили схему определенную к соревнованиям, вы можете выступать. Залазить на лошадь надо с левой стороны, это мы уже выяснили. А слазить с лошади? Также с левой стороны. Также с левой стороны. Почему именно с левой стороны? Ну, лошадок так приучают, но на самом деле, когда мы работаем с детьми, с особенностями развития, да, с инвалидами, то есть, они лошадей еще учат, подходят к специальному приспособлению мантуар, и они, в общем-то, терпят с любой стороны, можно на них садиться. Так, ну что, Надюш, давай, обнимай готику и спрыгиваем. Ногу-ногу выше, 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 так, аккуратненько, да. Так, после занятия мы отпускаем подпруги и заправляем стремина. Мы сейчас ее угостим. И целый пакет можно и съесть, да? За один раз. Надюш, ты дашь мне тоже парочку? Ой, вот так, вот так, вот, ой, какая прелесть. Она понимает, что работала не зря. Чем жизнь лошади вот в спортивном клубе, в конном клубе отличается от жизни лошади, ну, там, скажем, которая живет в какой-то стае лошадей, в живой природе? Табум. Ну, здесь определенные условия, например, вот где мы стоим, да, то есть, это называется еврогрунт, песок с добавлением геотекстиля. То есть, это специальное покрытие для амортизации, чтобы лошадкам было удобно бегать, чтобы не травмировать ноги лошадей. Вот, то есть, все приспособлено для удобства, для сохранения здоровья лошадей. То есть, например, мы ведем по конюшне, там специально прорезиненный пол. Ну, вот, то есть, у нас, вот именно наша конюшня, созданы условия для наилучшего содержания лошадок. В конном клубе лошадкам лучше живется, да? Ну, зависит от того, как эксплуатировать, конечно, то есть, как к ним относятся. Ну, у нас лошадок любят, поэтому стараются к ним хорошо относиться. Подковы больше не делают? А, подковы делают по показаниям, то есть, не всем лошадям в зависимости от показаний. Опять же, если лошадь ходит по мягкому грунту и нет никаких, с точки зрения ветеринара, показаний, то можно не ковать. Вот, если лошадь катает в экипаже, ходит по асфальту, например, тогда обязательно ковка. Вот, есть ортопедические подковы, они тоже очень разные. Ну что, тренировка с Надеждой закончилась? Надежда, спасибо вам огромное за то, что уделили нам время, показали нам, как это все делается. Вам нравится вообще на лошадях ездить? Да, да, заниматься очень нравится, да. Надюша выступала у нас в соревнованиях паралимпийских, и здесь, в клубе, и на выездных соревнованиях. Тренировка с Надеждой закончилась, и сейчас у Юли начинается другая тренировка с маленькой девочкой, поэтому она взяла для этого занятия другую лошадь, точнее, пони. Да, как его зовут? Это мальчик, его зовут Голиаф. Что это за порода? Это гуцульская порода, пони. Все, что лошади ниже 150 сантиметров в холке, они относятся к классу пони. Сколько всего лошадей здесь в вашем клубе? В клубе, да. Ну, в нашем клубе 20 голов, остальные лошадки, они принадлежат частным владельцам. То есть можно купить лошадку, поставить ее у нас в клубе, и здесь на ней самостоятельно заниматься, ну, или с тренером. Как вы пришли в этот спорт, в эту профессию? Ну, увлечение у меня с детства. Я в школьном возрасте занималась в детско-юношеской спортшколе. Учась уже в старших классах, искала институт с кафедры коневодства. То есть искала уже целенаправленно, да, где можно учиться, чтобы продолжать в дальнейшем работать с лошадьми. Ветеринарная академия имени Скрябина. Вот я заканчивала там. Институт называется генетики, селекции и биотехнологии. Специализация зооинженер. То есть, что касается лошадей, это физиология, анатомия, породы, содержание, кормление, селекция. То есть вот такого плана. А тренер по подготовке лошадей и всадников, это я училась, курсы повышения квалификации, гипотерапией еще занимаюсь, инвалидным конным спортом. Я занимаюсь совсем маленькими всадниками от полутора-двух лет. У нас специальная программа для них раннего развития. Вот, у нас как раз сейчас придет маленькая всадница, вы увидите. Сколько ее? Вот, ей два годика всего. А почему некоторые лошади с косичками, с какими-то прическами, да? Скажи, почему у меня нет ничего? А какие-то нет. У каждой лошади индивидуально, некоторых подстригают, так что у них такой ракезик отрастает потом. А когда длинные гривы им косички заплетают, то есть индивидуально им прическа подбирается. То есть это по желанию владельца, да? Я смотрю, Женя будет заниматься без седла, да? Да. Почему? Специальное приспособление гурта, на ней есть ручки. У седла ручек нет. То есть седло предполагает, что всадник держит поводочки и управляет самостоятельно. Дети возрастом 2-3 года самостоятельно не управляют. И у них занятие проходит совсем в другом формате. То есть у меня будет помощница Ирина, тоже наш тренер. Сейчас она будет у нас в роли канавода. То есть на таких занятиях в первую очередь не спортивное достижение, а безопасность. Скажите, что это за техника? Вот игровая форма, да? Катание на лошади. Это способствует разностороннему развитию, так как тут на ребенка двойная нагрузка. Ему нужно сидеть на лошади. Это координация, держать равновесие. При этом, когда мы играем в игрушку, ребенок не держится руками. Идет физическая нагрузка огромная. То есть это мышечный корсет, поддержание. Да, вот позвоночник совершенно ровный. Она же на подвижной лошади. Держит равновесие, баланс. При этом это моторика крупная, мелкая. Да, то есть и делаем в игровой форме, потому что маленького ребенка, как солдата, не заставишь, упал, отжался, да? А в игровой форме они и повороты, и наклоны, и что только не делают. Плюс это еще взаимодействие, это обучаемость, то есть это внимание, это коммуникация. Так, вот такие мы будем фигурки. Так, сейчас я их выложу сначала, а потом мы будем их... Да, вот, спасибо, Жень. Юлия, мы сегодня много смотрели, как дети ездят на лошадях. Хотим увидеть, как это делает профессионал. Покажете нам мастер-класс, так сказать. Смотрите, как сейчас будет и залазить на лошадь, и ехать на ней наша героиня. Юлия, вот снимайте, покажите нам это все. Вот так вот ловко. Юлия, спасибо вам за приглашение и за рассказ о вашей профессии. И вам спасибо, приезжайте к нам, приобщайтесь к нашему замечательному конному спорту. Будем рады вас видеть. Спасибо всем, кто был с нами на телеканале Видное ТВ. Это была программа «Мастер своего дела» и я, Юлия Пагасян. Ждите новых выпусков. Всего вам доброго. До свидания.